доброе утро дорогие друзья ведь еще солнце не встало сейчас около 6 часов мы уже вот стоит митсватан стоят ребята стоит груженые еще транспорт мы сейчас выезжаем колонной прямо в армию хотим солдатам везем халы вино свечи чтобы вместе с ними отпраздновать шаббат чтобы чувствовали люди что мы едины и вообще сейчас две вещи очень важны сейчас испытание периода машеха и первый признак по которому можно различить обладает ли чек верой единства бога выше все верят на самом деле это пребывание в душевном покое да скажут как можно пребывать в душевном покое в такой ситуации и тем не менее так так это абсолютно так человек должен понять постараться понять насколько он может что все что происходит в мире является последствиями наших поступков что с абсолютной точностью мира на замеру отмерено кто должно как произойти для чего произойти и надо стремиться к душевному покою потому что все время метаясь из стороны в стороны мы не это не вера бога это совсем наоборот сейчас проверяется весь мир в том числе мы с вами все проверяемся на единство потому что когда единым один раз нам написали в торе мы постояли единый у горы сина и все остальные случаи нам мешало разделение сегодня знаете вот был такой рабе гидалия маше гольдман он был главой хасидской общины местечки звиль такая была новоград волынский теперь и советская власть преследовала его за религиозную деятельность и после как были закрыты все учебные заведения еврейские он преподавал в подпольном хедере его арестовали отправили в лагере жизнь там была трудной мучительный он был сильным человеком выжил и однажды его вызвали коменданту лагеря и вместе с другим пожилым евреем совсем уже слабым болезненным комендант сказал настал вас счастливый день вас двоих освобождают вот бумага подпишите документы и вы свободны а был шаббат рабе гидалия маше попросил минуту на размышление это был шаббат еще раз повторяю еврейский закон запрещает что-то писать и он подумал что с одной стороны это пикох наешь это спасение жизни но с другой не совсем он не в лагере смерти он здоров точно еще день наверно протянет он сказал что не может подписать эти документы и разгневанный комендант начал кричать запугивать и тем что откроет новое дело но тот стоит на своем посчитав что он ненормальный комендант потребовал чтобы его подписал старик 2 но тот стал свидетелем величия души раввина устыдился и стала я тоже не буду писать и затем произошла поразительная вещь рабе извили сказал попросил ручку и сказал что он готов подписать за того человека этот чек старше он более для него действительно это опасность для жизни он должен выйти на свободу как можно скорее комендант был поражен до такой такого не видел никогда он сказал ладно идите вы я сам подпишу за вас обоих и вы понимаете что о чем тут рассказ вот это единство вот это умение показать что ты готов отдать жизнь за кого-то что для тебя важна жизнь еще кого-то вот это умение не закрыться в себе не прятаться сейчас очень многие говорят я спрячу я уеду туда я скажу ну как говорили наверху во первых от войны не убежишь а во-вторых от себя не убежишь а в третьих то что бог спланировал то и будет сбудется то что предъявлено всевышним а наше дело воспринимать это все ну как можно более спокойно как можно более взвешено сейчас шаббат брешит любавич скреба говорил что это последняя остановка мы с вами получали приговоры там развивались хороша шана йом кипур так далее но написано тут еще не добрал тот кто понимает что не все сделано шаббат брешит как он проведет такой будет год нас не удалось с вами выпросить ни на йом кипур не хорошо шана у бога милосердия к тому чтобы мы что мы натворили и чтобы спасти нас но сегодня в шаббат брешит мы можем это сделать должен быть каждый чуть-чуть проявит какое-то на две минуты больше занятий один солом стегилим еще один урок еще что-то и и мы обязательно победим потому что другого варианта быть не может потому что с нами бога это самое главное нет нет никого кроме бога 1 это самое главное что надо помнить сегодня браха вы от слаха шаббат шалум и обязательно пришлю репортаж из воинской части всего самого лучшего